Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим! Добрый день, Фейт! Давайте начнем, наверное, с того, что происходит, или происходило в последнее время и происходит сейчас в Европе. Я имею в виду всевозможные протесты, по какому поводу, каким образом это все происходит, а потом уже, наверное, перейдем к американским событиям. Да, иначе программа не называлась бы «Похищение Европы». Эта программа посвящена, конечно, событиям в Европе. Другое дело, что в нынешние месяцы, в последние месяцы, Европа как бы сильно подморожена. Здесь не происходит особых событий из-за пандемии, из-за пандемии коронавируса. Потому что фактически исключены любые политические мероприятия, исключены любые подвижки, скажем, в области культуры, спорта. Просто ничего этого не происходит. То есть событий на, казалось бы, пустота. Но Европа сегодня напоминает «Пороховую бочку». То там, то здесь что-то взрывается постоянно. Выглядит это немножко по оформлению звуковому, как если бы вы готовили попкорн из кукурузных зерен, и они взрывались в разных сторонах вашей кастрюли. То там, то здесь. Что я имею в виду? Поводы для массовых протестов бывают самые разные. В этом-то и вся пикантность, что Европа так напряжена внутренне, как если бы достаточно было поднести спичку, и она загорелась вся, или взорвалась бы вся. Ну, например, в последние выходные, как это уже стало обычаем, во все выходные практически, но в последние особенно, во всей Германии проходили протесты против антиковидных мероприятий, назовем их так. В Берлине, в Лейпциге, в Дрездене, во Франкфурте довольно большие массы народа. Не просто сказать, сколько их там было, по той причине, что официальные полицейские данные всегда занижают цифры раз в 10. Считается это, как бы, хорошим тоном, дать цифру, там, в 100 собравшихся, когда вы видите на улице десятки тысяч народов. Так вот, это демонстрация антиковидная. И совершенно непонятно, потому что выборов сейчас, в эту секунду, нет. И предвидятся они лишь через 10 месяцев, в Германии. То есть, сейчас непонятно и нельзя однозначно сказать, какое это произведет впечатление на немцев. То есть, какими будут политические последствия вот этого внутреннего напряжения, проявляющегося, повторяю, в разных городах Германии и уже приобретающие, видимо, какие-то общие организационные центры. Мне трудно предположить, что от Франкфурта до Лейпцига везде люди выходят на улицы спонтанно. Это Германия. Совсем по-другому развиваются события, скажем, в Греции и Италии. Там люди выходят на протесты по той причине, что в страну продолжают проникать нелегальные мигранты, люди, которых многие гуманитарные, так называемые некоммерческие организации помощи, подбирают на берегах Ливии, скажем, Ливия-Тунис, замечательное пляжное побережье. Собравшийся народ, они выгружают или погружают в какие-то барки, а эти барки потом уже перегружают на открытом море, в 100 метрах от берега, в свои суда. Эти суда завозят потом поближе к островам Италии, скажем. Италия, разумеется, пытается протестовать, но сейчас итальянское правительство настроено миролюбиво, я бы сказал, даже пацифистски, и вместо того, чтобы запретить въезд, как это было в предыдущем итальянском правительстве, сейчас оно, подержав какое-то время этих мигрантов на воде, фактически начинает их потом постепенно впускать сотнями, тысячами, и постепенно они просачиваются в лагеря беженцев на территории самой Италии. Сначала у нас трава, типа Лампедузы, потом на территории Италии. То же самое происходит в Греции. И вот протесты, которые всякий раз совершаются в нарушении законодательства, как бы, потому что повторяют законы, запрещают собираться итальянцам больше трех, больше трех не собираться. Здесь эта причина вызывает такое сильное раздражение общества. Во Франции, где три дня назад были довольно бурные демонстрации, и сегодня снова, обратите внимание, они были по двум разным причинам. Первая демонстрация была против протест, массовый протест, и довольно, я бы сказал, насильственной формы, принимающей протест против нового закона французского, не позволяющего снимать, фотографировать полицейских в лицо. Потому что полицейские точно так же боятся за свою жизнь, она им дорога, как память, и семьи боятся за них. Я не знаю, что если сегодня лицо полицейского заснято, то завтра его могут отследить и убить, а если не его, то его детей, семью и так далее. По фотографиям, особенно дигитальным, сейчас можно практически дойти до конца цепочки и выяснить, где человек живет, где он работает и прочее. Так вот, во Франции принят такой законопроект, и французы в Париже протестовали против этого законопроекта. Сегодня же, через два дня после той демонстрации, они протестовали снова и тоже весьма насильственно, я бы сказал, против полицейского произвола. Я беру это слово в кавычки, потому что полицейские всех государств мира обвиняются в произволе, обычно, если они пытаются вообще исполнять свои обязанности. французские полицейские провинились тем, что они разобрали, я бы сказал, лагерь беженцев, устроенный стихийно в самом центре Парижа, просто в самом центре, на площади республики. Она превратилась из, я бы сказал, туристского места, весьма живописного, она превратилась в один сплошной лагерь беженцев. И вот полицейские попытались разобрать этот лагерь, как всегда в таких случаях возникли стычки и столкновения, и как всегда в таких случаях на месте оказались десятки фотографов, которые засняли их за этой, что называется, черной работой. И, конечно, довольно часто, а, кстати, эти беженцы нелегальные, они умеют как модельеж в современных при современных фотографических съемках, они умеют найти правильные козы, они умеют лечь на тротуар, чтобы полицейский вынужден был тащить их за ноги, и все это, конечно, возмущает миролюбивую, очень гуманную общественность Франции, которая вышла протестовать против полицейского насилия. Вот вам три совершенно разных случаях. Их объединяет все-таки одно. Объединяет напряженность общественная, стремление найти выход, то есть канализировать эту напряженность, в какое-то русло ее ввести. И всякий раз проявления этих протестов бывают достаточно насильственными. Что будет, когда снимут ковидные ограничения? У меня есть такое подозрение, что их снимут в одночасье. Как говорится, дальнебойная, дальняя цель всей этой эпидемии, она была достигнута, и сейчас в общем-то можно эпидемию сворачивать. И я подозреваю, что она будет свернута очень успешно в считанные недели. Так вот, не знаю, какой окажется реакция европейцев. Сейчас они заведены до предела, они настроены на сведение счетов самыми разными группами, противящимися им и так далее. Остается, ждать какого-то сигнала. В любом случае, мне кажется, вряд ли можно ожидать того, что вот весь этот гнев, накопившийся за эти месяцы, что он тихо выветрится, как разлитая вчера бутылка вулки. Он не выветрится тихо, останутся какие-то, я думаю, последствия. Это, что касается картины в Европе. Повторяю, она тревожна, несмотря на то, что Европа вся заморожена антиковидными мероприятиями. Что касается эффекта американских выборов, то здесь все, в Европе практически все, что имеет руки, ноги, способно пользоваться ими для для создания информационной некой атмосферы. Все это, разумеется, результаты американских выборов бурно приветствуют. Я имею в виду людей, которые, как говорится, за угол не видят, которые дальше своего носа не видят и которые не понимают, чем все это отзовется в ближайшем будущем. Они счастливы. Наконец-то это чудовище человеческое травм отстранен от власти. Наконец-то они живут в предвкушении всенародного суда, а может быть и расправы над ним, над его семьей и так далее. Именно потому, что он за 4 года своего правления умудрился не арестовать ни одного оппозиционного журналиста, не закрыть ни одну редакцию этих замечательных партийных рупоров типа Нью-Йорк Таймс и так далее. Мудрился не закрыть или не подфинансировать ни одного университета. Они все работают, как и работают. То есть за вот такое посягательство на нормы ему придется держать ответ, несомненно. То, что там будут какие-то мелочи типа там раскрытия налоговых ведомостей, это все вторично. Мне кажется, что он будет отвечать за центральное событие этого времени. Он будет отвечать за ту неуверенность, за те страхи, которые испытали эти люди, а это полуамерики, они испытали страхи за свое непосредственное будущее, потому что они привыкли видеть себя господами положения, они привыкли видеть себя теми, кто контролирует даже общественное настроение, задает им тон, и это для них было тяжелое испытание. Они перепугались не на шутку, за этот перепуг, за этот испуг, разумеется, придется трампу отвечать. Вот такое ощущение сейчас у европейских их союзников. Они буквально заходятся в истошном ажиотаже, в предвкушении расплаты. Вот сейчас дай им это в руки, и они, разумеется, начнут проводить суровую расплату, мстить за свой собственный недавно пережитый страх. Вот такое общее настроение. Ефим, не хотите ли вы сказать, что Трамп ничего не сделал, то есть никого не посадил, никого не лишил, никого не уволил, никому ничего, так сказать, из оппонентов политических. А как же, почему же тогда вагина головой, вот те, кто ходил на демонстрацию, одевая на голову вагину, и примкнувшие к ним Нева Трамперы в розовых шапочках, называют его фюрером, тираном и так далее. Я об этом и говорю. Как же так? В направлении Трампа пострадало больше его приверженцев или вообще консервативно-мыслящих людей, чем пострадала его противник. Нет случая, чтобы из какого-то университета или издания были выброшены сотрудники из-за своих, из-за того, что они являются противниками Трампа. За это не увольняют в Америке. Зато увольняют именно сторонников его. И вы знаете случаи и увольнения журналистов инакомыслящих из центральных газет типа Нью-Йорк-Таймс и увольнения профессоров университетов. Но вы не знаете и не можете назвать ни одного случая, когда по приказу Трампа был бы уволен кто-то из ярких его противников. Нет такого случая в Америке просто потому, что Трамп был, как я сформулировал это для себя последним Дон Кихотом состязательной демократии в Америке. Он вел себя по Дон Кихоту несомненно. Никогда не прибегал к насильственным действиям. И мы, я готов поспорить, мы в ближайшие месяцы, может быть, не до инаугурации, но после инаугурации мы начнем с учащающейся частотой. В быстром темпе мы увидим случай возмездия, в кавычках справедливого возмездия, потому что, повторяю, пережитый ими страх требует какого-то возмездия, какой-то компенсации. Они постараются это компенсировать. Вообще, многие из наших слушателей наверняка знают о теории четвертой промышленной революции, которую сформулировал Клауд Шваб, основатель и директор, бессменный директор Доволжского форума, так называемого. это концепция отчасти лишь экономическая принципа, она и социально-общественная концепция перестройки мира. Можно назвать эту концепцию третьей перезагрузкой мира. Одним словом, если не читали, советую почитать. Это все выглядит крайне грустно и опасно для будущего человечества, потому что если мои тяжелые предчувствия оправдаются, то пересмотра этого тренда уже не будет. Они обставят дело так, что действующие системы фальсификации станут постоянно действующими системами. Мы увидим это, кстати, уже может быть 5 января по результатам сенаторских до выборов в Джорджии. Мы увидим, насколько она применяется уже всюду эта система или насколько она пока еще остается частным случаем в американской общественной жизни. Дай Бог, чтобы я был неправ. Вы абсолютно правы. Подвергаются обструкции люди, которые не разделяют леврадикальных взглядов и имеют неосторожность высказать их вслух. Увольняются учителя, которые говорят во время правления, причем это во время президентства Трампа, увольняют учителя в штате Мичиган за то, что он в Твиттере написал, что Трамп мой президент и я желаю ему успехов. За это парня выгнали с работы. И при этом леврадикальное требие, не стесняясь, начиная, так сказать, с сенаторов некоторых и заканчивая богиноголовами, которые в соцсетях дискутируют, они все называют Трампа фюрером, фашистом, тираном, диктатором и так далее. И при этом попытаешься, когда у них спросить, ну, может быть, какие-то факты, а вот не надо фактов, вот он такой, вот посмотрите, там пишут, а вот там статья, а вот там вот то. Вообще, честно говоря, всем этим нево-трамперам и леврадикалам очень легко вести дискуссию в соцсетях. Какой-нибудь адвокат такой напыщенный начинает с тобой дискутировать и к его услугам фрикинг гугл, потому что ему стоит только бросить в гугл имя Трампа и там выскочит 158 миллионов страниц, где Трампа обливают грязью каждый подонок. Но найти информацию, которая бы, так сказать, представляла иную точку зрения, ты можешь потратить на это год. Так что все эти победы дискуссионные в соцсетях образованными так называемыми интеллектуалами, это все с помощью гугла, который в одной упряжке с леврадикалами. Вообще, действительно... Несомненно, Сергей, это было... Это не сегодня началось, не завтра, наверное, и кончится. Так было в 20 веке часто, когда приходила какая-то тоталитарная диктатура, именно тоталитарная, то есть идеологическая диктатура, не военная диктатура, там, предначатовского типа, а идеологическая, тоталитарная. Так вот, такая диктатура первым делом объявляла фашистскими все предыдущие режимы. Даже в такой, я бы сказал, букалической, элигетарианской стране, как была Чехословакия, там, когда коммунисты пришли к власти, они первым делом назвали период Первой Республики Масариковский период, они назвали Масариковской кровавой диктатурой. Это очень важно, это очень нужно. Несомненно, будут школьные учебники тут же запишут положение о кровавой диктатуре Трампа. Ефимов, давайте попробуем принять звонок. Вы не хотели с речью с... Давайте попробуем принять звонок, человек стоит на линии и ждет. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я хочу, я хочу, можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Да, меня по поводу Мичигана. Вот в Мичигане, когда два представителя Республиканской партии не хотели подписывать в округе их... Ну, просто была фальсификация. И после этого они подали в суд, потому что на них не было... Ну, я не знаю, подали в суд или нет, на них было указано давление. А сейчас вот сказано, что Мичиган сертифицировали, это касается штат. Получается, тот людей, на которых надо били, которые были вынуждены подписать. Они же подписали, или подписали другие, потому что там, опять же, Республиканская партия. Они же подписали, но после того, как они подписали, они давали интервью на Лора Инграм. И они там рассказали о том, что в их адрес, в адрес их семей поступали угрозы физической расправы от прогрессивных демократов, которые так любят говорить демократия, демократия. То есть людей тупо запугали, и люди вынуждены были сломаться и подписать, засертифицировать итоги этих выборов. Вот и все. Это нормальная фашистская практика запугать людей. То же самое произошло с на сегодняшний день, вот начинают передавать так сказать транзишн-тим, что называется, начинают там семь с лишним миллионов долларов разрешили использовать. Женщина Мерфи, по-моему, по фамилии Мерфи, которая возглавляет агентство государственное, которое распоряжается этим. Так вот, она как бы дала распоряжение, чтобы уже и финансирование происходило вот этой переходной команды Байдена, но при этом она сказала, что на меня никто не оказывал давления ни со стороны Трампа, ни со стороны Белого дома, ни со стороны администрации, никто не оказывал давления. Я принимала свое решение исключительно исходя из законов и фактов. Поэтому я потому что не было понятно, кто избранный президент. Байден не являлся избранным президентом, поэтому я задержала. Но при этом она оговорилась в адрес моей семьи, в мой адрес, даже моим животным угрожали расправой. Приходили письма по почте, приходили по электронной почте, телефонные звонки. Вот как действует демократическая диктатура, вот как действует демократия в понятии демократической партии, реальные угрозы в адрес людей, которые исполняют свой гражданский долг, а в данном случае свои обязательства, которые, ну, так сказать, человек отвечает за это, возглавляет агентство. Вот что происходит. Мы оказываемся внутри пузыря. Этот пузырь вздували несколько лет. Это пузырь, вздутый рядом с действительностью и выглядящий почти как она, а во многих отношениях даже интереснее настоящей действительности, где совсем не всегда происходят любопытные, интересные вещи, зажигательные вещи. А в пузыре они происходят. Этот пузырь отсасывает живую жизнь из настоящей действительности и переливает ее части в виде радуги в этот вздутый пузырь виртуальный. Если вы видели фильм «Вертеть собакой», «Вак де док», то вы наверняка знаете, как создается эта искусственная реальность. Но факт тот, что мы находимся уже внутри этой ситуации, и бессмысленные слова приобретают совершенно новое значение. Начинают жить собственной жизнью. В то время и то, о чем вы сейчас говорите, клише обозначения трамповского периода самого или одного из самых, я бы сказал, демократичных и беззубых почти, это вегетарианский период правления, обозначение его как кровавой диктатуры. зато можно будет в ближайшие четыре года оправдывать свои неудачи и неуспехи, а я их жду. Ничего другого не может последовать, особенно если начнут реализовываться совершенно бредовые планы, типа перестройки, переустройства всех жилых помещений, канцелярских помещений, вы знаете прекрасно эти планы, все эти. так вот, когда они начнут реализовываться, а Байден вынужден будет реализовать их, он и Камала, я не понимаю. Так вот, как только это начнется, начнутся провалы и неудачи, и можно будет четыре года списывать это на кровавый прошлый режим, который служил весьма неблагоприятные основы. Может быть, даже восемь лет можно будет, потому что все неудачи будут списываться на то, что недостаточно последовательно проводилась эта политика. Раз она неудачна, нужно нажать, нужно еще глубже ее проводить, серьезнее и так далее. Это может продолжаться восемь лет, а затем последуют ссылки на объективную реальность, на объективные препятствия, так называемые. Ефим, мы должны прерваться, давайте... Мы должны прерваться буквально на несколько минут, давайте после этого вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии 847-400-5200. Если вы хотите принять участие в разговоре или у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Значит, избранный, так называемый избранный президент, ну, на сегодняшний день уже, наверное, раз государственное агентство начало финансировать его кампанию, переходную команду, можно так назвать, начинает называть избранных членов кабинета. И некоторые из этих кандидатур вызывают разные эмоции, от недоумения до печали и так далее. В частности, речь идет... Я не уверен, на самом деле, это такая мечта Байдена. Вдруг он там просыпается в своем подвале и мечтает, что он назначит этого, этого и этого. Мне очень хочется верить, что трагедия не состоится, такого невозврата, точка невозврата не будет пройдена и что все-таки в Джорджии каким-то образом проконтролируют выборы и республиканцы победят и Сенат останется за республиканцами. В этом случае вот эта мечта Байдена назначить отъявленных персонажей на те или иные должности, это останется его мечтой, его сном, потому что то, что он предлагает, это ни в какие рамки не лезет, ни в какие ворота. А идеологию, которую исповедуют кандидаты на тот или иной пост, это безумие. А в частности, Джон Керри. Но он возвращает, то есть на самом деле, он как бы возвращает лиц, которые в свое время были задействованы в администрации Обамы, которые стояли у истоков кардинального изменения Америки и превращения ее в банановую республику, вот, так сказать, Байден пытается продолжить этот курс и завершить, начатое Бараком Хусейновичем, и кардинально изменить Америку. Вот по этому поводу, пожалуйста, ваше соображение. Во-первых, Сергей, до сих пор нельзя именовать Джо Байдена избранным президентом. Его пока избрали только средства массовой информации. И даже сертификация избирательных комиссий отдельных штатов не дает ему пока права на это название. Он получит это право лишь после того, как коллегия выборщиков изберет его президентом. Эта коллегия, ее привилегия, ее роль в конституционном порядке состоит именно в том, чтобы избрать на своем наседании президента. Лишь тогда он сможет называться президент-элект избранным президентом Соединенных Штатов. Еще не приведенным к присяге, еще не прошедшим процесс инаугурации, но уже избранным. До этого он остается лишь президентом избранным прессы. Не более того, потому что отнюдь не везде даже подсчет голосов закончен полностью, но в любом случае не составлена коллегия выборщиков. Они еще не назначены. То есть это очень пока еще рано говорить. Во-первых, во-вторых, я совершенно согласен с вами, что в основном пока Байден в целях успокоения мировой общественности, которая, разумеется, в каком-то мозжечке, в каком-то подсознании эти опасения разделяет, чтобы успокоить эту мировую общественность. Он пока выставляет на первый план уже якобы отработанные фигурки назначенцев Барака Баба, которые, разумеется, будут эту линию продолжать. Но сейчас пока нет смысла эту линию даже в общих чертах означать. Но несомненно, они продолжат линию Барака Обама в отношении к Ирану. То есть будут сняты санкции и ограничения на иранскую экспансию, на иранский экспансионизм и, разумеется, на программу по завершению ядерного перевооружения этой страны. Это почти несомненно. Я хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство, которое меня возвращает на европейский континент. Многие противники Трампа сегодня говорят, ну посмотри, ведь Путин-то не признал пока Байдена, а вот какая-нибудь там Германия и прочие европейские страны признали. Это же ясное деление на демократов. демократов Путин не признал. Во-первых, это крайне условно, я бы сказал, иллюзорно. Что значит диктаторы не признали? Да, всякие Венесуэлы, Никарагуа давно признали Байдена и, конечно, Китай. А почему вам кажется Китай менее строгой диктатуры, менее идеологической диктатуры и менее тотальной диктатуры, чем путинская Россия? С каких это пор Китай мы воспринимаем как нечто почти демократическое? А ведь, между прочим, Трамп загнал этот Китай в угол и помогал перевооружать Тайвань демократический, а не Китай. Любопытно мне посмотреть, как признает Байдена Тайвань. Пока что признал только Китай. И здесь нужно понять, что одни и не все демократы признали поспешили, поторопились признать Байдена и в то же время выразили свое ФЭП по отношению к Трампу. Не все. Еще одно обстоятельство. Путин крайне заинтересован в достройке Нордстрима-2, Северного потока-2. Крайне заинтересован. Это последняя возможность сбывать свою сердцовую нефть за рубежом. Россия крайне отрезана сейчас от всех возможностей получения твердой валюты, что называется. Стоит на краю, я бы сказал, обрыва экономического. Так вот, Трамп всеми силами препятствовал достройке этого сооружения. Нордстрим-2. Будет ли Байден препятствовать? Или пойдет на соглашение какое-то с Германией, которая хочет достроить это, потому что видит в этом тоже источник получения твердой валюты, экономической подспори своей экономики. Пойдет ли Байден на достройку? Да, конечно, пойдет. И, конечно, пойдет. В то время, как Трамп пытался руководствоваться интересами только одной страны в мире. И это были Соединенные Штаты. Путин, в общем-то, был до фени. Был Путин хорошо, не было Путина не беда. Он 4 года прожил без Путина, встретившись один-единственный раз. Байден встречался несколько раз. Так вот, является ли это сговором Трампа с Путиным? И как можно, если бы Путин числился у него в друзьях, стал ли бы он перекрывать эту последнюю возможность получения твердой валюты для Путина? Стал ли бы он это делать по отношению к своему другу? Не стал он этого делать. Да просто потому, что Путин никогда не был его другом. Был ему интересен только по стольку, поскольку это могло быть на пользу Соединенным Штатам. Это была единственная страна, о чьих интересах он ввёкся на самом деле. Так что всё это разделение на якобы демократов поторопившихся, это демократы, многие из них это просто социалисты или коммунисты, с каких пор мы стали относить их к демократам? И с другой стороны настоящие диктатуры мира поторопились и признали Байдена, я уже сказал, Китай лучше не надо, мне кажется. Ничего ярче этого быть не может. Ефим, давайте попробуем принять ещё звонок. Давайте попробуем пообщаться с нашими радиослушателями. Добрый день, пожалуйста, Ефим. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если Трамп, допустим, докажет в Верховном суде, что были такие беспрецедентные фальсификации, сможет ли Верховный суд признать выборы в этих пяти штатах недействительными и в результате выборы перешли бы в Нижнюю палату парламента. Может такое случиться? Или это уже, как бы говорится, из области фантастики? Спасибо большое. В теории, и вам спасибо за вопрос, в теории, разумеется, у Верховного суда такая привилегия, такая компетенция есть. Но, во-первых, разве мы поможем себе, если, разве это поможет нам, если вопрос перейдет в Нижнюю палату Конгресса? Поможет, поможет. Если вопрос перейдет в Нижнюю палату Конгресса, это нам поможет, потому что в Нижней палате Конгресса, если этот вопрос перейдет туда, будут голосовать делегациями, то есть каждая делегация будет иметь один голос. Не количество, не все 435 конгрессменов голосуют, а от каждой делегации один голос. Республиканские штаты представляют 26 на сегодняшний день делегаций, то есть больше, чем демократические. Вот таким образом. Так что есть, остается еще шанс, да? Это решение, это решение, не может быть принято после 20 января. Это крайне короткий срок. И это значит, что палата представителей соберет в своем нынешнем составе, не в том, который мог бы сложиться после выборов, там соотношение сил резко изменилось, а в своем нынешнем составе. нет, 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 Ефим, на сегодняшний день, вот в нынешнем составе республиканские делегации составляют 26, демократически их больше по количеству, потому что, скажем, делегация от штата Калифорния, несопоставимость делегации от штата, я не знаю, там, Небраска. Вот в чем дело, то есть, количественно, демократов больше, но делегации представляющих республиканцев больше, 26 делегаций это республиканские, 24 это демократические, вот таким образом обстоит дело сегодня. Понимаете? Каждый делегатор. Хорошо, замечательно, давайте примем следующий звонок. Добрый день. Понятно, это очень важный месседж для нас. Но есть нечто положительное в том, что происходило, я имею в виду, касаясь последних выборов. Во-первых, по-моему, мест 12 республиканцы отобрали у демократов в Нижней Палате. По-моему, мест 12, ну, на сегодняшний день 11, скорее всего. На сегодняшний день это 10 мест, еще 2 остаются в игре. Окей. Еще один положительный момент. Впервые рожденная в Украине женщина, репатриантка, эмигрантка выбрана в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Это вообще потрясающе. Ну, то есть, Виктория Спарц, так ее зовут, если не ошибаюсь, Виктория Спарц. И будет такое противостояние вот этих новых конгрессвумен, причем 12 человек, из них там вот одна рожденная в Украине, там есть кубинки и так далее, которые будут противостоять вот этим антисемитам, там, Кортес, Тлаиб, Амар и так далее. И меня всякий раз поражают украинцы, которые стоят на стороне Акасии Кортес, Ильхан Амар и Рашиды Тлаиб, вместо того, чтобы брать пример и поддерживать Викторию Спарц, которая отстаивает консервативные ценности. Настолько некоторые части украинцев внушили в голову, что Трамп является агентом Путина, они по сей день верят в это. И, к сожалению, тугодумы русские, которые причисляют себя к разряду диссидентов, тоже автоматически перенесли свою ненависть к Путину на Трампа. Тоже их убедили, они сами себя убедили, что Трамп является агентом Путина. Это, в общем, уму непостишимо. Уже после всех этих расследований, после пяти лет я еще не знаю, какой камень они только не перевернули, чтобы накопаться, хоть что-нибудь найти на Трампа. И всякий раз, говоря, когда спрашиваешь, а что же, ну где же доказательства, ну как же, посадили вот там Манафорта, посадили, обвинили Флинна, вот там 27 грушникам предъявили обвинение. Хорошо, где показана связь Трампа с Путиным, это не имеет значения. Вот столько обвинений предъявили. То есть народ настолько зомбирован, что они до сих пор твердо верят вот в эту лабуду. Давайте, может, успеем принять еще звонки, пару штук. Добрый день. Добрый день. Раскрыты крупнейшие махинации демократической партии, открытые всему миру полезные результаты работы Трампа в течение четырех лет. Я думаю, все рефлексификации дежурничества, которые раскрыты на сегодняшний день, даже очень хорошо торжится всему американскому народу. Поэтому Байдену не место в Белом доме. Не место. Пожелание понятное. Меня радует та энергия, с которой слушатели это говорят. Я уверяю вас, его и других, что это не я, не я приветствую приход к власти, а наоборот, я этим крайне огорчен. Дело в том, что вы по-прежнему исходите из убеждения, что факты что-либо значат в нашем мире. Мы же говорим в постфактическом мире. И на любой факт вам могут сказать извините, вот так это произошло на пресс-конференции юристов Трампа. И Джулиани говорил журналистам в зале, вот вы видите вот вы видите этот заверенный нотариусами судьей документ, говорящий о том, что были подлоги и прочее. Это живой свидетель, который ручается своей свободой за это. Вот вы видите его. Но я знаю, что вы вернетесь в редакцию, и напишите опять нам не представили никаких доказательств. Дело в том, что мы живем в мире, где ничто не является доказательством. Это придумали русские, это гибридная информационная война, и на любое доказательство вам говорят, да мы представим вам 20 таких доказательств. фотографии вы представляете замечательно, только напишите на каком фотошопе вы ее обрабатывали. Фильм, да у нас в фильме полная московская киностудия, мы можем что угодно сработать, представить людей, он за дверью колбасной. ничто не является сегодня. Давайте попробуем принять, не дождался, 847-400-5200 телефон нашей студии, если у вас по-прежнему остались вопросы или вы хотите поделиться своими соображениями по поводу происходящего, пожалуйста. Добрый день, мы в эфире. Здравствуйте, я еще раз позвоню, просто, Сережа, вы затронули вопрос выборов Сенат в Джорджии, вот, и понимаете, а вам не кажется, что сейчас и губерниор и секретарь остеет все республиканцы, они взяли Трампа и губерниор сказал, что Трамп сам виноват, вот, то, что он сказал, что они проголосовали больше 20 тысяч за него, которые проголосовали на премеры, он им сказал, что не идите, не голосуйте по почте, вот, а они потом очень не пришли, и вам не кажется, что они опять же сдадут Сенат, вот, потому что мне так, ну, просто как все видно, что просто их купили то же самое, купили и все. Вполне возможно, вполне возможно, мы не раз говорили о том, что, к сожалению, значительная часть республиканской делегации в Конгрессе чувствует себя вполне комфортно, работая в оппозиции, потихонечку делая свои дела, есть, есть определенная группа республиканцев, правда, значительная часть их сразу после выборов 16-го года покинула Конгресс, и уже больше не переизбиралась, но по-прежнему есть люди, которые неплохо, уютно себя чувствуют, обстряпывая свои делишки или решая свои личные проблемы за счет налогоплательщиков. Вполне возможно, не удивлюсь ничему, к сожалению, да, уже удивить меня трудно. Добрый день. Здравствуйте. Я хотела бы, чтобы вы закончили передачу на хорошей ноте. И все потеряно. Девять, даже Верховного Суда разошлись по всем этим штатам. И главное, по штатам самым волнующим штатам. Вы абсолютно правдой. В четырех из шести... Спасибо большое. В четырех из шести штатов, в которых будет проводиться рассматриваться судебные дела, назначены четыре консервативных судьи. Поэтому посмотрим на решение судей. Но вообще оптимально было бы, так сказать, чтобы суд остановил сертификацию или остановил голосование выборщиков, которое должно состояться, если я не ошибаюсь, 14 декабря. И тогда решение вопроса перешло бы в Нижнюю палату и тогда бы, я думаю, делегации проголосовали. Несмотря на наличие так называемых республиканцев в кавычках в Конгрессе, я думаю, что все-таки справедливость бы восторжествовала. Ефим, вот на этой жизнеутверждающей нотке пожалуй будем заканчивать. Надежда умирает последней, мы не теряем надежду, жизнь продолжается. А вам огромное спасибо. Спасибо большое. Пока.